Продолжение следует... Ну, в первую очередь, что я хочу сказать? Для того, чтобы не делать прививок или не устроить этих детей в школу, в сад, в ясли, вы должны четко сами понимать и верить в то, что вашему ребенку прививка не нужна, что она ему вредит. А для того, чтобы вредна прививка или полезна, у нас очень много всякой литературы, которую вы можете получить в определенных кругах. Вот. И в литературе, и есть у нас, выпускается газета, Наташа? Газета «Родительский дом». «Родительский дом». Вот. Там очень много говорится о том, надо делать прививки и почему не надо делать. Но первое, значит, это ваша уверенность, потому что, запомните, мысль, она материальна. Если вы идете отстаивать свои права и не уверены в том, что вы... надо вам это или не надо, а самое главное, не уверены в том, что можете ли вы это отстоять, вам отстоять будет очень тяжело и практически невозможно. То есть вы идете и четко знаете, вы этого добьетесь. Почему? Первое. У нас есть, наша страна конституционная, у нас есть основной закон Конституции, что у нас лечение добровольное, а не принудительное. Можете сказать, что прививка – это не лечение. Нет. Это шаг, определенный шаг к какому-то, вот, как врачи считают, к оздоровлению. Значит, лечение. Раз лечение у нас добровольное, не принудительное, вот, значит, а вы являетесь опекуном своего ребенка, и только вы решаете, можно ему это делать или нельзя, даете разрешение на действие со своим ребенком, значит, вы четко должны знать, что все приказы, все то, что издается, вот говорят, есть приказ по Минздраву, есть приказ по Горздраву, есть и что. Все приказы, которые издаются противоречащие Конституции, они неправомерны. И их можно обжаловать. Вот, вы с этого должны и начинать, как бы, со своей мыслью, что вы правы, и вы на своем, в общем-то, настоите, вы своего добьетесь. Но так как машина наша, вот этот механизм наш, здравоохранение, он очень такой крепкий, сильный и стоит, ну, достаточно крепко на своих позициях, вы не надо сразу приходить в поликлинику и говорить, вот я иду, оформляю детский сад, номер такой-то или в школу такую-то, оформите. Потому что могут позвонить, могут предупредить, вас просто не примут. Даже если вы добьетесь, что вы получите справку о том, что вот ваш ребенок может ходить в школу или в садик, там скажут, а у нас нет места. Они уже будут предупредены, поэтому вы приходите и говорите. Вот, оформляете определенную тетрадочку, где должны пройти всех врачей. И вы идете к каждому врачу и говорите, оформите, запишите, пожалуйста, состояние здоровья моего ребенка. Окулиста, невропатолог, хирург, кто там еще, педиатр, ну, в общем, всех-всех врачей, кого вы должны пройти. Педиатр, вы проходите последнего. Потом идет подпись заведующего, уже за педиатрами. Вы постепенно заходите в каждый кабинет и говорите, вот, запишите состояние моего ребенка. Не надо там просить ничего лишнего, вот просто какое оно есть состояние. Каждый врач вам записывает. Здесь, если даже врач сопротивляется и говорит, а для чего, а вот там, как бы говоря, вот вы сначала пройдите у иммунолога. Говорите, к иммунологу я тоже пойду. И к иммунологу, если вы придете. И каждый врач пишет только объективно состояние вашего ребенка. Вот вы пришли к иммунологу, а иммунолог говорит, что я не дам вам справки и не напишу вам ничего здесь, потому что у вас нет прививок. Вы так и говорите. Тогда напишите, что вот данный ребенок не привит. Все, от вас, вы от врача больше ничего не требуете. Когда вы идете к педиатру, педиатр говорит, я вам не дам, потому что заведующая вам не подпишет. Вот здесь вы должны сказать, вы напишите, как педиатр состояние моего ребенка. А уже вопросы с заведующей буду решать я. Написал педиатр. Даже если он не собирается писать, не собирается писать, тогда вы скажете, тогда я буду решать этот вопрос. Вот раньше мы, как бы говоря, не решали это через прокуратуру. Но сейчас, потому что, почему не решали? Вот я, когда еще не было закона, я о вопрос посещения без прививок каких-то детских учреждений моих детей, я говорила так, тогда я этот вопрос решаю через суд. И буду отстаивать, как бы говоря, вот через суд права своего ребенка. Когда вы идете к заведующей, и она говорит, я вам подписывать не буду, вы дайте ей определенное количество дней, например. Ну вот я вам даю день-два, вы решите этот вопрос. На следующий, ну вы скажите, в следующий раз я приду к вам, но вы должны прийти уже, честно говоря, со свидетеля. Может, какой-то подругой или что. Вот вы пришли, и заведующий отказывается вам подписывать. Опять-таки, вы не говорите, куда вы идете. Просто идете в какую-то частную школу, частный садик, частные ясли. Я отказываюсь. Вот тогда вы берете и составляете акт. А пишете так, что я такая-то, такая-то, вместе с тем-то, с тем-то, с тем-то. Обратилась к заведующей такого-то садика, такого-то по поводу оформления моего ребенка в детское учреждение, где у меня пройдены все врачи. Такие-то, такие-то, такие-то. Состояние моего ребенка здорово. И пишете, что от подписи, оформление своей подписи заведующая отказалась. И когда она, как бы говоря, и подписываете это так, даете подписать заведующим. Если она отказывается, вы так и пишете, что от подписи отказалась. Я думаю, до крайнего, вот до такого крайнего заведующая не дойдет. Что вот, как бы говоря, довести. Но если даже у меня был такой инцидент, как бы тоже с заведующей. Я оформляла, одна женщина попросила меня помочь ей оформить ее ребенка. Ну, заведующая стала отказываться, направлять диспансер. Там, вот если там вам дадут и разрешение, и прочее, прочее. Мы не пошли в диспансер. Единственное, что мы взяли папа и мама с диспансера, взяли справку, что они не стоят на учете. На ребенка взяли справку, что он не стоит на учете. Пошли к прокурору. Написали заявление в прокуратуру. И где-то недели через две ей пришел ответ. Пришли к заведующей. И заведующая даже сама позвонила маме о том, чтобы она пришла, чтобы оформить ей документы. И она пришла к заведующей, заведующая подписала документы, мама устроила ребенка в сайте. То есть вы понимаете, что право на вашей стороне. Только вы четко должны быть, вот сами верить в то, что это вам надо, и что вы правы. Вы правы. На основании законов. И на основании вашей материнской интуиции. Вот все. Ну, не знаю, так, не так. Спасибо. Про Вангу еще вопрос хочу задать. Вот я могу зачитать заявление. Вот, например, я сейчас зачитаю заявление, как я пишу заявление в школу своим внукам. Это кабинет школы номер 444 Санкт-Петербурга, Фрунзенского района. От Степана Ульгигиевна. Это как бы моя дочь. От своих заявлений. Я ввиду отягощающей наследственности, отягощающей наследственности, у матери, я пишу, не раздерни, то отца псориаз. А также лекарственные аллергии вплоть до отека клинки. Категорически возражаю против всех вакцинаций моего ребенка, в том числе реакции МАНТУ. И всех медицинских вмешательств без моего ведома, касающихся моего ребенка, Иванова Игоря, ученика 4 класса, в случае вакцинации моего сына без моего разрешения в письменной форме и в мое отсутствие дело будет рассматриваться в судебных инстанциях. Я разрешаю оказывать медицинскую помощь в мое отсутствие лишь в ситуациях, угрожающих жизни моему ребенку. Тата, подпись. И так же сама пошла в медкабинет. Врач взяла подпись врача, что она ознакомлена с данным документом. Вот поставила врач свою печать. Один экземпляр я оставила ей. Второй взялась в себе и предупредила ее, что если мало ли моего ребенка привьют, то вот этот документ подтверждает о том, что она оповещена, вот знает, ему будет дан ход. Елена Мусина, а реально там есть экземы, псориазы и все прочее? Все же не могут писать, что у них экземы, псориазы. Ну пусть не пишут, просто аллергия или просто не хочу. Вы понимаете, это дело вообще, это дело вообще вкачивает. Просто написать в наследственности, не надо писать, что у кого. Или просто вот, понимаете, ну человек не захотел. Это его право, вы понимаете, это его право. Я еще раз говорю, вот когда говорят, у нас указ, у нас приказ, у нас постановление, но оно же подлежит, если оно противоречит Конституции, его можно обжаловать. Здесь дело другого рода. Вы понимаете, когда вы приходите и отстаиваете свои права, ну люди взрослые, они психологи, а врачи тем более. И они видят, вы готовы их отстаивать или нет. Просто вы так сказали, или же вы действительно будете отстаивать. Вот когда я прихожу, я много чужих детей оформила, ну называя их внуками, племянниками, там детьми и прочее. Ну своих, которые вот знакомых, очень близких, и в садике, и в ясли, и в школы, без всяких документов. Потому что если я захожу к врачу, по мне видно, что я не сделаю, я вот умру здесь, но я не сделаю. Я дойду вплоть до Конституционного суда, и я дойду. И они это понимают, что я дойду. А если она на вас смотрит и думает, да она вот здесь поговорила, ушла, или как мне некоторые мамы говорят, ну зачем мне вот столько испытаний, и столько нервотрепки, и я вот буду ходить, да я лучше сделаю. Но если тебе лучше, чтобы твой ребенок болел, если тебе лучше подорвать во имя своего спокойствия, подорвать здоровье своему ребенку, не ходи, отдай его на опыты, и пусть там делают те прививки, которые еще неизвестно нужны или не нужны, и помогут ли они ему или не помогут. Вы скажите, пожалуйста, ну что это за медицина, которая не может вылечить кофе? В нашем прогрессе. Что это за медицина? Потом делаем там от ветрянки что-то, или от скарлатины. Мы что, скарлатины не можем лечить? У меня соседка заболела дифтерией, я ее вылечила. Уже когда пришел ответ, что у нее дифтерия, уже все, уже дифтерии не было. Там на чуть-чуть вопреки мазки были известны. А это врачи, целая медицина с таким арсеналом, оборудование, лекарства и прочее, не может вылечить какое-то заболевание. Так зачем же заражать ребенка, когда он может быть даже никогда не заболел? Тут у меня в руки непривиты, и ходят, и дети, и в принципе, кроме ветрянки, они ничем не болели, были во всех очагах. И при скарлатинии, и при гепатите, и при коре, во всех очагах. И кроме ветрянки они ничем не болели. Так это говорит о том, потому что они непривиты, у них крепкий иммунитет. Дело-то, ведь понимаете, для чего прививка? Прививка делается для того, чтобы, как врачи говорят, для того, чтобы укрепить иммунитет. Но вы укрепляете как будто бы, но только против этой болезни. А вообще-то вы организм ослабляете. Так вы закаляете ребенка, укрепляете иммунитет. И вот это ваша прививка от всех болезней.